Сейчас будем обучать Вас Генн Николаевича современному блогерству. Вот у меня экшн-камера, Владимир Николаевич. Смотрите, надо ей управлять так, чтобы именно глазок, ну вот вы глазком, это как стрелочка. Что хотите, то показывайте. Держите. И можете рассказывать что-то, ваше мнение о дороге, и показывать саму дорогу. Вот мы находимся на поворотном кольце. В конце дороги к набережной, да? Вы дорогу тоже показываете. И вот мы говорим о том, что когда дождь пойдет. В смысле, раз и показали людям. Вот так дорога, видите? А когда что-то говорите, раз сказали, и опять людям повернули и показываете, чтобы они все-таки дорогу эту видели. А вот, вы знаете, кругом лиминсток должен быть организован, потому что при дождь любом вся эта грязь, все это пойдет на дорогу, и тут будет сплошное месиво. Ну, я думаю, что никакого проекта Таврида не делал. Все это было стихийно сделано, понимаете? Поэтому всегда очень много вопросов возникает в этих вещах, понимаете? Ну, давай, я вам что-то сам. То есть я хотел бы, чтобы наша администрация встретилась с какой-то Тавриды и все-таки дорогу доверили до разумного улица и требования строительных норм и правил. Чтобы потом эта прекрасная дорога не произойдет наше позорное место, когда пойдет дождь, и все это будет, все болото будет на дороге, понимаете? Пока еще не поздно. Проверить, а есть ли проект? Пришел на экспертизу. И это все-таки стихийно, как в колхозе сделано, понимаете? Вот, поэтому прошу на эти вещи обратить внимание, чтобы миллионные затраты на эту дорогу, понимаете, не пошли даром. Таврида не обеднеет, а город пострадает. Вот обостряю внимание персонально, Игорь Геннадьевич, Ваша, Константин Васильевич, ну, займитесь этим делом, понимаете? Чтобы благодело не обратилось в зло против нас. Чтобы все, если там все не смеялись. Желанджане, наши гости по этому ситуации. Да, справа слева видно, должна быть пешеходная зона для волосебийцев там, кто там на роликах катается там, понимаете? И должны быть тут где высходные деревья, где торговые какие-то места, все остальное. Вот мы остановились, вот слева Ленинсток. Видите, какую трубу заложили? Говорю, трубу, где-то 800 мм. Вот так грамотно сделали. Молодцы. Это грамотно, очень сделали. Вот Ленинеприемник, пошла вода, и дорога немного разбила. Вот это, видно, опытные дорожники были, они очень грамотно сделали. Не знаю их, но молодцы, специалисты хорошие. Не знаю, кто делал, но специалисты с умом. Даже без проекта делали. А мы там по тем, где мы говорили о том, что на повороте там засыпали кратное шею, не сделали Ленинсток, а сейчас все-таки заложили трубу. То есть люди посмотрели наше замечание, приняли сведения, быстро раздрыли, пока им асфальт, и заложили. Да, жалко, заложили трубу малого диаметра. Она должна такая же быть на 800, но сейчас уже, конечно, рыть асфальт, это как-то, ну, не совсем хорошо. Ну, посмотрим. Первый ливень покажет, стоит тут было экономить на этом, или тогда будет переделать город, вот, со счет своей средства. Потому что сегодня надо подключить специалистов от администрации, и заставить сделать так, как положено это дело по всей норме. И все знают, что советские гримы, они не поменялись. Ну, сейчас посмотрим. Видите, какая балка? Сколько воды сюда пойдет? Эта труба там, сколько, 400 метров, она, кажется, не пропустит. Их нужно было сделать хотя бы 3-4 штуки. Вот, да. И она туда выходит. Это та же ситуация будет, что по старой дороге, понимаешь, коммунальная, да, там, где ливеносточные 3 трубы идут по мусте реки Суксу. И любой ливень ее забивает, и все топит. Всю эту зону топит. Жилого сектора и так далее. Это вот тоже, кроме мусора, всю трубу забьет, и все это будет затоплено. И это, а потом все пойдет сюда, вот, на нашу дачную часть. Ну, мы говорили, что вот правая часть, вот правая часть, где тут дача расположена, но, конечно, она, ну, не будет способствовать нормальный вид Тавриды. Что сегодня мы просили, сколько, администрацию, городской советы, ну, соберите эти кооперативы всех, всех тех людей, кто находится здесь, ну, на цель-то их, ребята, вы не спите. Вы воюете там против чего-то Тавриды, и высказываете свое мнение, это положено, это не преступно, но вы же тоже принимаете участие, как облагородит это дело. А я думаю, кончится так, что никто вас заговорить не будет. Просто Тавриды, как делать, я возьму поставить 5-метровый забор сплошной, и, пожалуйста, там вот смотрите свои прелести за забором, без вида намри, и ничего вы не сделаете. Поэтому я прошу, кто-то, кооперативы, все построили здесь дворцы, такие объекты, и местные, много москвичей, с Россией, материковые, с Украины, но подумайте об этом, чтобы вы потом слезы не плакали, что как у вас бедных обители, еще время есть. Ступите в деловой контакт с администрацией, с Тавридой, и решайте, как ситуацию выйти. А если не можете, ну, советую вам просто быстренько продать свои дворцы здесь, понимаете, пока они не пойдут без сценок, когда решится выход отморил, и беда не будет. То, чего люди прилетают. Я никакой мере не пугаю никого. Я хочу знать о том, что будет то вреда, не будет то вреда. Она уже здесь проденется. Вот такое состояние не годится в курортной зоне, понимаете? Тут все должно быть в гармонии. Да, власть я занималась этими вещами, а это неинтересно было здесь, понимаете? Но в прошло время нужно и об этом думать. Надо гонять. Опять же, приходится Степикова, хотя он тут раньше командовал этой зоны как в постсовете, да? Ну, все время он, может, не думал об этом, что такое развитие будет. Где-то не дорабатывал. Может, не было полномочий, возможности, понимаете? Сегодня, делающие вещи добирать, брать свои руки, понимаете? Это ваш родимый, родной край. Вы все тут знаете больше всех. И надо организовать людей здесь, чтобы они, ну, все это было в развитии гармонии вместо вреда, в интересах их, города, всего остального. Да, думал, Васген Николаевич сам поснимает, порассказывает, немножко не вышло. Он вначале, да, вначале начал выбирать камеру, там я уже взял свои руки, поэтому, извините, не дам ему договорить, потому что не очень удобно везти машину и снимать на камеру. Но все равно, я думаю, вы мысль поняли, нашего главного общественника, который мыслит за судак. Все, всем спасибо за внимание, кому интересует этот вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok